Рэк-сквер представляет Мамины и папины сказки Мамин сибиряк. Аленушкины сказки. Читает Алена Менчук. Пора спать. Засыпает один глазок у Аленушки, Засыпает другое ушко у Аленушки. — Папа, ты здесь? — Здесь, деточка. Заснула Аленушка и улыбается во сне. Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. Обступили кругом Аленушкину кроватку, Шепчутся и смеются тоненькими глазками. Алые цветочки, синие цветочки, Желтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые. Точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, Разноцветными огоньками и веселыми детскими глазками. Цветов было много, и они так смешно спорили. Пылевые цветочки были такие скромные. Ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, Пылевая гвоздика. А цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали. Розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои. Аленушка больше любила скромные полевые цветочки, Из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные! «Аленушка нас очень любит!» — шептали фиалки. «Ведь мы весной являемся первыми, Только снег стает мы и тут». «И мы тоже», — говорили ландыши, «Мы тоже весенние цветочки. Мы неприхотливы и растем прямо в лесу. А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле?» — жаловались душистые кудрявые левкои гиацинты. «Мы здесь только гости, а наша родина далеко. Там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине. У вас на севере так холодно. Нас, Аленушка, тоже любит, и даже очень. И у нас тоже хорошо спорили полевые цветы. Конечно, бывает иногда очень холодно, но зато здорово. А потом холод убивает наших злейших врагов, Как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо. «Мы тоже любим холод», — прибавили от себя Розы. «Тоже сказали Азалии и Камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет». «Вот что». «Будемте рассказывать о своей родине», — предложил белый нарцисс. «Это очень интересно». «Аленушка нас послушает, ведь она и нас любит». Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали долину Шираза, гиацинты Палестину, Азалии Америку, лилии Египет. Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. «Как там хорошо». «Да, вечное лето. Какие громадные деревья там растут, какие чудные птицы, сколько красавиц бабочек, похожих на летающие цветы и цветов, похожих на бабочек». «Мы на севере только гости, нам холодно», — шептали все эти южные растения. Родные полевые цветочки даже пожалели их. «В самом деле нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льет холодной дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но все-таки снег». Аленушка слушала все, о чем рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть все самой, все те удивительные страны, о которых сейчас говорили. «Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы», — проговорила она наконец. «Отчего у меня нет крылышек?» «Ах, как хорошо быть птичкой!» Она не успела еще договорить, как к ней подползла божья коровка, настоящая божья коровка, такая красненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и такими тоненькими черными усиками и черными тоненькими ножками. «Аленушка, полетим!» — шепнула божья коровка, шевеля усиками. «У меня нет крылышек, божья коровка!» «Садись на меня!» «Как же я сяду, когда ты маленькая?» «А вот смотри!» Аленушка начала смотреть и удивлялась все больше и больше. Божья коровка расправила верхние жесткие крылья, увеличилась вдвое, потом распустила тоненькие, как паутина нижние крылышки и сделалась еще больше. Она росла на глазах у Аленушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Аленушка могла свободно сесть к ней на спину между красными крылышками. Это было очень удобно. «Тебе хорошо, Аленушка?» — спрашивала божья коровка. «Очень!» «Ну, держись теперь крепче!» В первое мгновение, когда они полетели, Аленушка даже закрыла глаза с острыха. Ей казалось, что летит не она, а летит все под ней — города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая, с булавочную головку и при том легкая, как пушинка одуванчика. А божья коровка летела быстро-быстро так, что только свистел воздух между крылышками. «Смотри, что там внизу!» — говорила ей божья коровка. Аленушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками. «Ах, сколько роз! Красные, желтые, белые, розовые!» Земля была точно покрыта живым ковром из роз. «Спустимся на землю!» — просила она божью коровку. Они спустились, причем Аленушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья коровка сделалась маленькой. Аленушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. «Какие же красивые эти розы!» И от их аромата кружится голова. «Если бы все это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями!» «Ну, теперь летим дальше!» сказала божья коровка, расправляя свои крылышки. Она опять сделалась большой-большой, а Аленушка маленькой-маленькой. Они опять полетели. Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу еще синее море. Они летели над крутым и скалистым берегом. «Неужели мы полетим через море?» спрашивала Аленушка. «Да, только сиди смирно и держись крепче!» Сначала Аленушке было страшно, а потом ничего. Кроме неба и воды ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями корабли. Маленькие суда походили на мух. «Ах, как красиво! Как хорошо!» А впереди уже виднеется морской берег, низкий, желтый и песчаный, устье какой-то громадной реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья коровка опустилась на берегу реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии. Чудные, нежные лилии. «Как хорошо здесь у вас!» заговорила с ними Аленушка. «Это у вас не бывает зимы?» «А что такое зима?» удивлялись лилии. «Зима?» «Это когда идет снег?» «Это когда идет снег?» «А что такое снег?» Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не видали и говорили с чужих слов. Аленушка не верила, что не бывает зимы. «Значит, и шубки не нужно, и вальнок?» Полетели дальше. Но Аленушка больше не удивлялась ни Синему морю, ни горам, ни обожженной солнцем пустыни, где росли гиацинты. «Не жарко», — жаловалась она. «Знаешь, божья коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето». «Кто как привык, Аленушка?» Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводами деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц, зеленых, красных, желтых, синих. Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем огненного цвета, были пестрые, были цветы, походившие на маленьких птичек и на больших бабочек. Весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками. «Это орхидеи», — объяснила божья коровка. Ходить здесь было невозможно, так все переплеталось. Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых берегов громадная река. Божья коровка спустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Аленушка еще не видала. «Этот цветок называется лотосом», — объяснила божья коровка. Аленушка так много видела, что, наконец, устала. Ей захотелось домой. Все-таки дома лучше. «Я люблю снежок», — говорила Аленушка. «Без зимы нехорошо». Они опять полетели. И чем поднимались выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Аленушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую елочку. «Елочка! Елочка!» — крикнула она. «Здравствуй, Аленушка!» — крикнула ей снизу зеленая елочка. «Ах, какая милая елочка!» Аленушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. Ух, как страшно! Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. С остроха Аленушка закрыла глаза и не знала, жива она или умерла. «Ты это как сюда попала, крошка?» — спросил ее кто-то. Аленушка открыла глаза и увидела седого-седого сгорбленного старика. «Как ты сюда попала, маленькая девочка?» «Я путешествовала на божьей коровке. Ах, сколько я видела, дедушка!» «Так, так, а я сейчас устраиваю елку!» Он показал ей длинный шест, который совсем не походил на елку. «Какая же это елка, дедушка!» «Это просто большая палка!» «А вот увидишь!» Старик понес Аленушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши до трубы. Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают. Воробушки, кузьки, овсянки и принялись клевать зерно. Один воробушек, суетившийся больше всех, сразу узнал Аленушку и крикнул. «Да ведь это Аленушка! Я ее отлично знаю! Она меня не один раз кормила крошками!» И другие воробушки тоже узнали ее и страшно запищали от радости. Прилетел еще один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывал лучшие зерна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом. Аленушка его узнала. «Здравствуй, воробушек!» «Ах, это ты, Аленушка!» «Здравствуй!» Божья коровка рада была убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели быстро-быстро, а там уже ждут Аленушку все цветочки. Баю-баю-баю. Один глазок у Аленушки спит, другой смотрит, одно ушко у Аленушки спит, другое слушает. Все теперь собрались около Аленушкой кроватки. И храбрый заяц, и медведка, и забияка-петух, и воробей, и воронушка-черная головушка. Все тут, все у Аленушки. «Папа, я всех люблю!» шепчет Аленушка. «Я и черных тараканов папа люблю!» Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко. А около Аленушкиной кроватки зеленеет весело весенняя травка, улыбаются цветочки, много цветочков. Голубые, розовые, желтые, синие, красные. Наклонилась над самой кроваткой зеленая береза и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовет к себе Аленушку синяя морская волна. Спи, Аленушка, добирайся силушки. Баю-баю-баю.